Может быть есть у кого-то какая-то история, которую хотели прям сходу рассказать? Да, Вася сегодня в магазине табачном зашел и чисто как-то на пухуях зажигалку разбил, пока продавец не заметил. Он как-то вот по кусочкам сложил, обратно поставил и вышел. Вась, какого хуя? У нас стоит рублей 50. Ты всегда с тобой вышел? Или ты такой, я писал новогодний корпоратив и зажигалку оплати? Да я не люблю неловкие ситуации. Быть этим идиотом, который, ой, ой, зажигайте море, они подают. Руками вот так вот ее просто из нихуя. Да они продают паленые сигареты, ты видела, они травят людей, я считаю, что... А, это твой, значит, жест, да, политический? Да, я считаю, что у них все зажигалки надо сломать, по-хорошему, потому что они ломают людей. Но человеку нелегко, он на новом Арбате выбрал бизнес продажа зажигалок. Да, они травят людей, я считаю, что это справедливо. Может, одолбить их еще? Или, может быть, стоило сигареты как-то поломать, а не зажигалки? Сигареты у него за спиной. Ну, сигареты без... Ну, они не вредят без зажигалки, понимаешь? Они беспомощные, если их не зажигают. На шаг впереди. Обейте мне заход. Один год, два года, три года, четыре года, пять лет. Че за хуйня произошла между четыре года и пять лет, что все-таки мы полностью перебем, пожалуй, слово на сто процентов. Чтобы было так. Смешно. Она восемь лет не добивается. Это два раза по четыре года, да? Или восемь года. Вот, нормально же звучит. Мы просто не привыкли, правильно? Шесть года. Во, мне сейчас двадцать шесть лет, а два года назад было двадцать четыре года. А я об одном и том же сейчас говорю. Про свои года. Что-то специально сделали, чтобы продолжать поправлять детей. Типа, сначала, типа, сколько тебе? Один год, два года, три года. И потом он только, вроде бы, ну, осознал, как правильно говорить. И он такой, пять года. Пять лет, долбоёж. Я снова не прав. Да, не сознавайся, пидорас. Взрослые чувствуют себя важной, когда знают какие-то странные правила, которые знают только взрослые. У вас же тоже в детстве этот момент был, когда, ну, вы охуели немного с этой инфой? Или у вас? Или вы такие, ну, четыре года, пять лет? Я просто смирился сразу. Я стал просто лето считать. Я считал года, а теперь лето считаю. Двадцать один лет у тебя сейчас? Двадцать один лет. Двадцать восемь только. Ну, ты чё, никого-то вы не вахуешь? Ну, все там думают, что с Путиным в двадцать четвёртом делать. А, ну, с этой хуйней вы не хотите разобраться сначала? В двадцать четвёртом году. Опа. А потом-то двадцать пять лет. Так лет только в одном падеже существует. Нет именительного. Не то. Год — это полноценное слово, а лет — это чисто так. Это множественное всегда. Лет. Лет всегда множественное число. Нет, лет всегда лет. И ничего, кроме лет. Лет — это множественное число. Да, сколько лет? Охуй, какое оно лет. Лет — это в существительном множественном числе. Правильно, было же, да, верно. Но оно не другое, оно не бывает другим, оно только лет. А год всегда в единицном числе? Нет, года. Мои года — моё богатство. Сука. Да, в натуре. Мои года, моё богатство — это единственное, когда вы употребляете этого множественного числе. Мои года — вот только в это предложение. Я потратил на тебя лучшие годы. Годы, да. Извини, что твой разгон в орфографию просто ушел. Так это об этом и есть разгон. Этот заход нельзя больше десяти минут разгонять, потому что с ума сходишь. Я много так комиков с ума свел. Из-за тебя Феникс Никитин уехал в Азию, да? Да, 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 да. Я уезжаю в Азию на три лет. И уехал навсегда, потому что не разобрался, как кончаются года и начинается лета. Надо сказать, что после четырех. А дальше... Не, ну там четырнадцать еще, понимаешь? А-а-а! Вот это одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать — это тоже необычное очень место. А чем именно? Пубертат, там, да, девчонок, начинаешь по-другому воспринимать. Не, я имею в виду, что все остальные цифры — это тридцать один, тридцать два. Да, у этих отдельные названия. А, у этих отдельные названия, да. Не, потом сорок сорок... Потом сорок одиннадцать, да. Сорок одиннадцать, да. Сорокинадцать. Сорокинадцать. Теперь ты говоришь лет. И он такой, всю жизнь, не совсем, но давай до двадцати ты говоришь лет. А там мы тебе, ну, если ты сам не поймешь, как дальше, мы еще раз проведем этот разговор уже дальше. Потому что одиннадцать тоже лет. Хотя, по идее, должно быть одиннадцать, двенадцать, четырнадцать — годов. По идее, Эл? По идее. По этой вот идее. Я как-то, кстати, в гугле вбивал, почему. Ну, нихуя не понял, честно говоря. Там что-то написано по поводу этого? Ну, там какой-то абзац на три страницы про падежи. Я такой, ну да, блядь. Я это буду читать сейчас обязательно. Я не в падежах, блядь, разобраться хотел. Блин, вообще комикам вообще лучше ничего не гуглить, а то находишь правду и такой, это вообще не смешно. Теперь это не заход. Поэтому я ничего не гуглю. Лет, год, лет, год. Годов, лет. Да хуй знает, что ты доебался, Ваня. Не знаю. Нет еще такое, что тебя спрашивают, типа, сколько тебе лет? И ты такой, мне двадцать три года. И ты как будто бы поправил человека еще. И он такой, извините. В смысле лет? В смысле лет? В смысле лет, мне двадцать три года. В детстве я так и спрашиваю, сколько тебе годков? Вот так вот говорят. Потому что понимаешь, что ребенок тупой, он не знает слова лет. Сколько годиков? Да, сколько годиков? Блин, какие те, если бы до сих пор так говорили. Сколько тебе годиков? Ну, двадцать восемь годиков. Это хороший выход из положения годиков вместо лет. Годиков? Да, двадцать четыре года, потом двадцать пять годиков. Годиков, да, да, да. Корень тот же, так что, ну нормально. Мне сорок семь годиков. Годиков, да. Круто звучит. А до этого было сорок пять лет. Ебать ты старый был два года назад, да. Можно вообще на каждый тогда возраст, ну разную придумать, на каждый, ну или просто промежутками. С одного до четырех это лет. Года. Спасибо. Потом лето, а просто девять-десять это зим и осеней. Осеней. Тебе сколько лет? И весен. Мне тридцать девять весен. Что? Ну то есть лето это слово лето? Слово лето, да, 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 да. Как я и говорил в начале. Типа выбрали вот это солнышко, да, вот это пару года. Ну летом просто удобнее считать, мне кажется. Зимой ты не думаешь о том, чтоб что-то считать. Зимой хуёво. Поэтому. Не-не, мы зимой как раз и считаем. Каждую зиму отчитываем Новый год. А странно, что мы количество лет отчитываем зимой почему-то. Я предлагаю все два часа этот заход разгонять. Я концерт напишу. Классный заход. Возможно это вот почему, потому что эта вся херня, она была придумана давно, когда не было еще айфонов, календарей и всего, что за нас считало. И в России, так как это же на русском языке, а у нас есть только лето и потом пиздец зима. Вот все остальное время. И поэтому они просто считали лет. Возможно долгое время не было ни весны, ни осени. Это просто пре-лето и пост-лето. Да, кстати. В этом есть что-то. Потому что все остальное смазывается реально. Весна и осень похожи. На зиму. На зиму, да. Но пост-лето круто звучит. Осень сразу стильнее становится, если это пост-лето. Не знаю. Смотрите, человечество существует 2019 лет. Но каждый новый год мы входим в новый 2020 год. Подожди, подожди, подожди. У меня есть вопрос про древний египет. Один маленький. Ну ладно, я имею в виду, я и считаю от Рождества Христова. Нормальные люди, адекватные люди. Да, я считаю, как моя мать. Да, куда ты вел эту мысль до того, как ты обосрался с историей? Я имею в виду. Не, Иисус Христос – это первый Homo sapiens, известно. До него не было. Вот это человек, когда сказали. И воскресает, нихуя себе. Так больше никто не может, это точно человек. Все разумно. Лет, год. Вы тут на Иисуса не спихиваете, ребят. Иисус – это легко быть. Возможно, дело в Иисусе здесь. Не, но момент же, когда это решали, явно же был? Да? Или нет? Не, думаю, это как в языке все. Один такой. Со временем, да, как-то произошло. Не, ну, теоретически же мог быть. Типа, что один такой, один год, два года, три года, четыре года, и второй такой, как-то заебало. Кто так нудно говорит, перечислял года, что кто-то такой, может, не изменишь что-то? Как это пара года, где солнышко, пляжи? Лето? Во, блин. Попробуй. Пять лет. Зим бить. Да, потому что цифры придумали там, где нет зимы. В Африке какой-нибудь или где-нибудь на экваторе. Потому что там всегда лето. Поэтому лето. Не было зим, Вань. Зим. Зим не было? Не было. А, зим не было. Зим не было. Зим не было. Тогда зим не было. Когда? Когда лет, возникло лет. В каком году? Блять, это какой-то разговор двух сумасшедших. Я понял о чем-то, я схожу с ума. Знаешь, когда слово теряет свой смысл, когда ты долго его повторяешь, а тут все слова потеряли весь свой смысл. Сколько мы здесь? Неделю? Сколько мы здесь лет? Я не понимаю. Или мы всего год разгоняем это? Это правильно. Я понимаю, почему комики сходят с ума. Хочется в Азию на три года уехать. Так смотри. К Феликсу Никитину. Ушли же с месяца получается. Перешли на года с месяца. Можно было говорить 12 месяцев. Потом 24 месяца. И так далее. Зачем вообще придумали что-либо? А ты хочешь передачу разрушить, да? Ваня, мир хочет разрушить со своими заходами. Ваня, ты взял что-нибудь? Мы тебе чуть накинули классное. Да, блять. Я тусовка. Мне нравится тусовка. Все здорово. Эти заходы, это все. Главное, что мы друзья, правильно? Ну ты явно нас решил испытать этим заходом. Да, да. Согласен. Потому что это действительно было прямо. Проверить это шоу на прочность. Да, да, да. У меня возле дома тропинка. Короче, там такой угол у меня возле дома. И там люди ходят. Удобнее ходить через двор вот так вот срезая. И там тропинка. Я тоже по ней хожу часто. Но государство, оно явно против того, что люди ходили по этой тропинке, потому что они каждый год ее закапывают. Каждый год. Каждый год закапывают, строят эти заборщики, садят там этот газон. Потому что государству хочется, чтобы там был просто газон, а люди обходили это и смотрели на красивый газон. И прикольно, что они зарывают тропинку, а люди просто со временем делают рядом другую. И это прямо у меня перед окном. И я каждый год просто наблюдаю, как тропинка меняется вот так местами. Вот так вот. И... Кто победит, собственно? Здесь. Интересно. Смешная часть тебя в государстве не устраивает. Все на митинге со своими благами честные выборы. Дайте мне тропинку! Да нет, тропинка она появляется все равно. Я понимаю, у меня такая же прям ситуация возле дома. И более того, вот в цивилизованных, в других цивилизованных странах, тропинку делают и потом ее как бы заделывают камнями. Да. И такие, о, людям так удобно, мы здесь сделаем проход. Да. А у нас по-другому все сделано. У нас по-другому. Газон. Выкуси это, Путин. Да, да, да. Какая их логика, типа, почему люди делают вообще эти тропинки? Типа, и просто... Насолите. Типа, вы ее зарываете, а мы сделаем еще одну тропинку. У меня точно так же есть. То есть обходить и дольше обходить. И, не знаю, два года назад, позапрошлым летом, разъеб, да, два года назад летом, они взяли и во дворе везде были... Ваня загрузился. Не напоминайте мне про это. Запиши это, Ваня. Короче, везде же во всех дворах были вот реально заборчики и их убрали, все заборчики убрали два года назад. И стал реально просто открытый такой газон, и я еще думал, блин, вот это да, убирают ограды. Россия меняется, больше нет преград, ходи, делай тропинки. Сделали тропинку, ее все равно закапывали, мы снова делали тропинку, мы со всем нашим домом. Они продолжали ее перерывать, и у меня есть дворник, ну такой как заведующий несколькими дворами. Да. И я приезжаю домой, и он сидит очень грустный перед этой тропинкой и такой... Задолбали, задолбали, все время ходят, ходят туда-сюда. Я такой, ну так так же, удобнее. Он такой, да я уже заказал, сейчас снова привезут заборы. То есть они собираются построить заборы, я такой, так может быть... И я готов скинуться на эту идею, может быть мы купим плитку и проложим там тоже тропинку. И он, знаешь, сидит такой... Они даже не думают, что так можно сделать. Ну они реально не подозревали, что так можно. И он такой, это идея, идея. Но в итоге они все равно все перетянули, здесь не ходить, все перекопали и там закидали все и ждут пока вырастет трава. У нас тоже ставят эти заборы, которые ломают. То есть кто-то подходит к этой тропинке, которую он делал на протяжении полугода, смотрит забор и просто с ноги его выламывает. Я что, зря это делал? Блин, клево, если бы все наискосок было. Все, да? Так это угодно. Ну реально, вот если бы я мог с Динамо прям вот поебошить на Арбату, прям 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 прямая линия. Это минус и дверь заняло у меня. Все было бы в искосках. Все в тропинках, а прикинь, они этого и боятся. Типа, сейчас мы им надим тропинку, они же через дома начнут ходить. Да. Чтобы дома сносить, заборы построить и везде. Как сильно он хочет экономить время. Да, если бы я через внутрь сталинской высотки проходил, через зоопарк, через клетку медведя. У меня так быстрее. Здорово, медведь. Тропинка прям по медведю идет сверху. Они все время перекапывают этого медведя каждый год. Зачем вообще делать что-то угловатое или округовое? Это же неудобно. Это чтобы насладиться видом. Да, нахуй видно. Типа, чтобы идти по кругу и наслаждаться всем этим. Ну то есть у меня вот возле дома тоже есть круг Ромена Равана. Там где машина. Кого круг? Ромена Равана. Можешь еще рассказать, пожалуйста? Ромена Равана. Да, понял. Круто. А это кто? Советский деятель такой. А почему в честь него круг назвали? Ну это не круг, это как площадь Ромена Равана. А, площадь Ромена Равана. Я называю это круг Ромена Равана. Ромена Равана, правильно? Да. Вот. И недавно, кстати, был прогресс, потому что в этом круге сделали наконец-то дороги. И круг Ромена Равана стал перекрестком Ромена Равана. Я не могу из словосочетания прогресс круга Ромена Равана избавиться. Вообще это какая-то геометрическая теория какая-то в геометрии. Сегодня мы изучаем круг Ромена Равана. Да, его еще делят на перекрестке. И теперь они получаются перекрестками Ромена Равана. Мне кажется, это реально часть проблемы нашего государства. Они боятся хоть какой-то вот малейшее попустительство. Типа, сейчас мы им дадим тропинки, а потом что? Они же по головам пойдут. До Кремля дойдут. Я еще подумал, что прикольно быть этим первым пареньком, который прокладывает эту тропинку. Да-да-да, я тоже подумал. Ты иногда знаешь... Где бы мне ее начать? Мне этот чувак больше нравится зимой. Знаешь, когда высокий снег. Он такой, я всегда тут хожу, и мне по пизде. Я пошел. Вот Олег, я обожаю. Там вот такой снег. Ты смелый чувак. Ты в каких ботинках сегодня вышел? Да-да. Прикольно, что иногда ты идешь, и ты знаешь, что ты первый. Ты такой, я первый. И что ты знаешь, что за тобой будут люди идти. Протаптывать это же место. Протаптывать это же место, да. Потому что когда ты смотришь, как другие люди ходят, ты думаешь такой, блядь, это я начал. Вы по моему пути. Ты просто стоишь такой, не за что. Не за что. Ты фактически задал направление людей, в котором направление пойдут. Прикольно. Идете туда. Сразу после того, как закопали тропинку, пойти первым и сделать тропинку именно своим стилем каким-то. Вот так чуть-чуть, да? Ну немножко так, да. Чтобы люди немножко вот так ходили целый год. Все так ходят, видимо надо так. Ты такой идешь прямо, и вот здесь чуть-чуть обходишь, и дальше прямо. Все такие, что здесь за рыно? Почему все обходят именно это место? Ну я тоже обойду, тропинка же здесь. Да, да, да. Не просто же так. На девушках очень много интимных зон, но какие-то зоны доступнее, чем другие. Например, рот доступнее, чем сиськи. Интимных зон в плане для вас, да? Не для нее. Для нее рот не интимная зона, ее рот. Не интимная? Ну она не зона. Каждый раз она еет, когда я салат не думает, в какую интимную зону засунуть салат. Это интимная, но не совсем эрогенная. Почему эрогенная? Ты же когда целуешься, ты возбуждаешься? Ну да, возможно, да. Это стопудово интимная зона. Да, это интимная, это интимная сто процентов. Не, не дайте, это ложная логика. Ну когда ее, не знаю, носами третесь, если вы готовы быть возбужденными, вы возбуждаетесь. Но если бы это была интимная эрогенная зона, то тоже бы люди ее прикрывали. Это зона общественная. Ну нет, а кто же? Вообще нельзя так говорить. Я не говорю, что там рот вашей мамы. Рот твоей мамы, общественная зона. Рот твоей мамы, общественная зона. Как культурно и некультурно одновременно. Ну потому что, нет, в смысле, мы же, например, когда мы чувствуем, испытываем чувства какие-то. Мы же целуемся. Это интимный момент. Поцелуи, это интимный процесс довольно-то. Ну еще мы зубы чистим. Блядь. Да, ну много чего делаем. Очко лежит кто-то. У себя по-разному используют рот, Николя. И может кто-то возбуждается от чистки зубов. Мы не знаем. Тогда два рта это интимно. Один нет. Интимно это что? Это... Ну, охуенно разогнали, парни. Все нормально. О, Сань, вот что скажи. Нахуй вообще целоваться. Да. То есть, ну это же странно, если подумать. Ты сидишь такой, пойду засуну ей язык. Рот в рот засуну. И вот так повожу чуть-чуть языком. Языком. Надеюсь, она тоже это поделает. Целоваться клево. Да, но почему это клево странно? Потому что влажно. Приятно. Встает. То есть мы сосем все, чтоб встал, правильно? Да. Только для этого? По сути, по сути, да. Не-не-не, не только для этого. То есть заканчивается голливудский блокбастер. И главные герои, и главные героини такие остаются. И вот перед титрами. А сейчас я хочу, чтобы у меня встал. Титры. Получается, девушка вообще не хочет целоваться никогда. Да. По этой логике. А бабушку целуют почему? По той же причине. Чтобы у бабушки встал. Чтобы у дедушки встал. Пока он смотрит, да? Как бабушка меня целует. Целует дедушка куколд. Потому что у дедушки уже не встает, когда он целуется с бабушкой. Ему хочется посмотреть, как кто-то целуется с ним. Ну, в общем, я говорил о доступности. Это то, что не спрятано одеждой. Да. Потому что я уверен, что если бы рот был спрятан под одеждой, не так просто было бы заполучить рот у девушки. Сиськи должно быть потрогать проще, чем поцеловаться. Потому что до сиськи я докасаюсь. Здесь нет никакого проникновения никуда-либо. Это внешний контакт. Это как вот я потрогал за плечо. Но смотри, если бы все-таки поцелуй, это как будто первый этап сближения. И, грубо говоря, целуешь второй раз уже нормально, если ты начнешь трогать ее за грудь. Но было бы странно, если бы первый этап сближения был. Знаешь, вот это романтическая музыка играет. И вы сближаетесь. И вместо того, чтобы губами тянутся, ты тянешься рукой, а она тянется сиськой. О боже! Теперь можно перейти к поцелуям. Мы что, почти встречаемся? Знаешь, в чем дело? Дело в именно близости к вагине. Чем ближе к вагине, тем сложнее должно быть. По идее. В натуре. Да-да-да, реально. Ну, то есть, чем ближе к вагине, легче всего девушку посылать в лоб. Потому что это дальше всего от вагины. В макушку вообще! Просто воздух над девушкой. Это легче всего. И чем дальше ближе к вагине, тем сложнее. Это как препятствие, знаешь. Просто рот с сиськами должны поменяться местами с эволюцией. Да нет. Сумасшедший ученый, реально. Человеческая многоможка. Вот так, кстати. Здесь давайте быть сиськи. Весь прикол поцелуев, что это еще равноценно. Вы оба в этом задействованы. Это вы на разных уровнях с ней. А тут вы на одном уровне с ней. Пусть она мацит меня за сиськи тоже. В чем проблема? Типа непонятно, почему заострять внимание надо на этом, а не на плече, например. Потому что на плече нет сосков. А если бы на плече был сосок, это пугающе было бы. Все, он похоже на сиську и честь. О, еще же у девушек тоже бывают сиськи, как у нас, правильно? По размеру. А их почему-то надо скрывать. И это почему-то проблема. Да. Когда у нас нет сисек, это не проблема. Ну, нет сисек и ничего страшного, девчонки. Я так всю жизнь живу. Все нормально. Вот, пью пиво, все нормально. От пива, кстати, сиськи. Блин, когда у мужиков здоровые сиськи, это ужасно. Здоровые какие-то, между, сделанные силиконовые? Ну, второй нормально еще, третий, четвертый ужасно. Второй куда не шло. Когда качаются парни, у них растут сиськи, это не странно. Находите сиськи. У меня первый. Сиськи крутая тема. Серьезно? Вам нравятся сиськи накачанные? Ну, у меня. Мне нравятся они у меня. Мне не нравятся... Саньку вообще нравятся накачанные парни. Ты не знал? Да. Тебе-то, Вась, нравятся все парни вообще. Да, омовой не какая-то ошибка. Только накачанные. Окей, только качки. О, пока тема такая, спрошу, есть ли такое, что как будто есть два варианта как сосаться, и ты иногда начинаешь целоваться с девушкой и понимаешь, что вы вообще это по-разному делаете. Вы понимаете, о чем я говорю? С языком, без языка? Ну, как будто есть какие-то два стайла, которые осваивают где-то в 14 лет, и ты думаешь, типа, вот наверняка вот так надо, а какая-то девушка думает, наверное, вот так надо. И потом вы в 28 сталкиваетесь, и оказывается вообще по-разному сосед. Ну, бывают эти неловкие моменты, когда вы оба не знаете, что дальше делать. Ну, как будто нет какой-то гармонии. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, да, да. Есть такое? Да. Я понимаю, о чем. Как будто и хочешь сказать, ты ебанутая, что ли? Ну, я делаю одно, а она что-то другое. А расскажи мне, а можешь коротко описать два, потому что я как будто знаю один, а второй для меня... Парни, просто пососитесь. Блин, так действительно было бы проще. Вы сразу все поймете. Да, было бы очень просто. Но, смотрите. Да, я понял тебя, чувак. Ааа, да, я понял, что ты стилей, действительно. Мне кажется, у нас в целом одинаковый стиль. Чисто по ощущениям. Не знаю, второй какой-то. Сейчас я объясню. Вот эти девушки, которые первым делал тебя языком сразу на пол ебла. Тебе... Это точно спел. Нет, нет, подожди. Это правильный способ, подожди. Какой второй? Ты такой, да блядь, ты вылезать меня решил? Что значит умеет сосаться? Вот это я вообще не понимаю. Типа ты не умеешь сосаться. Ты не умеешь сосаться. Что это значит? Я считаю, что нет единственного правильного способа. Типа нет чемпионата по тому, как сосутся. Это идея. Давайте просто долго счастлив в отношениях. Не, мне говорили, что я не умею. Твоя девушка, с которой ты пять лет встречаешься. Да, да, да. Он такой, Вась, ты все еще не умеешь сосаться. Он такой, что значит уметь сосаться? Нет чемпионата пососаться. Хамон. Хороший поцелуй, это когда вы в гармонии находитесь внутри рта вдвоем. И движения губ идут на автомате так, что как ловите какой-то ритм, как секси своего. Это романтика и любовь. Вот, значит у тебя первый стиль, у тебя второй. Санек, у меня тоже первый. У меня гармония тоже. Я думал, у вас есть сухой стиль. Честно говоря. Сухой стиль? Нет, у меня точно не сухой стиль. Когда ты сначала вытираешь полотенцем рот, а вот царапаете небо друг другу. Да, и ты ей не царапаешь небо, и она такая, ты что не умеешь сосаться? Нет, просто второй стиль. Вам второй стиль интересно что-нибудь? Мне очень интересно. Второй стиль это когда ты хочешь применить свой первый стиль, а девушка почему-то не дает даже тебе толком язык засунуть в рот и как будто немного вахуя с этого. Вы понимаете о чем я говорю? Может она такая как будто хочет это делать без языка и очень мало в целом открывает рот. Только вот так, да? Целоваться можно без языка. Просто целоваться. Можем целоваться. А сосаться это, блять, грязь ебаная. Можем так сосаться. Да, это грязюка прям. Ну разогнали что-то. Мы можем про сиськи дальше там, нет? Нет, ну вообще мне понравилось все, что мы разогнали. Может быть у тебя еще правильный стиль как вязать сиськи? Нет, но там их четыре. Четыре? Здорово. А вы стараетесь одинаковое количество времени? Ты такой, типа, так, две минуты уже здесь, значит две минуты. Мне долго с этой сиськой надо как-то. Как будто другая сиська такая, эй чувак, я тоже здесь. Но есть одна любимая сиська, согласись. Которой ты явно уделяешь больше времени всегда. Второй ты просто придерживаешь, чтобы она не чувствовала себя одиноко. Вчера был на митинге на Тверской. Россия встанет свободной. Я тоже кричал. А что еще кричал? Мы со Драком кричали Собянин уходи. Нет, какие-то кричалки были про Собянина. Я в какой-то момент говорю, Драк, так ты из Беларуси. И он замолчал. Возможно они не теми методами, знаешь, пытались останавливать толпу. Нужна логика их останавливать. Смешно было, что там в какой-то момент возле памятника Долгорукова собралась прям реально огромная толпа. И они этого не ожидали, потому что они себя перекрывали, чтобы не было им на какой-то централизованной точке. И мы получились где-то в середине всего этого движения. И куча, значит, ОМОНа стоит. И они в какой-то момент выхватили там, не знаю, человек десять из первых рядов и начали прям бежать. И мы такие тоже начали пятиться, потому что и Драк у родителей через полчаса встречать. Мне вечером там тоже куда-то идти. И мы такие так-так-так-так-так-так. И мы как бы оказываемся с противоположного края. То есть с той стороны ОМОН. И здесь люди, ну так, уверенно начинают отходить в сторону Малой Дмитровки. И смешно, что во главе вот этого шествия, вот этого уходящего от ОМОНа идет Явлинский. То есть лидер партии Яблока. И к нему подбегает кто-то один из чуваков и такой, Григорий Каквастамович, так не в ту сторону народ ведете. И он такой, в какую получается? Дошел до своего майбаха, сел и уехал. Ну и в связи с этим такой как бы заход. Я думал, а цель митинга, такого просто митинга, она уже какая? То есть я понимаю, мы вышли показать свое недовольство, но глобально ведем себя, как будто мы врагу показываем план действия. Такие, вот здесь мы, если что, будем, вот как-то так, вот тут. А потом мы приходим в следующий раз туда и такие, блять, так вроде раньше здесь не было рва. Почему сейчас какие-то пики, коля стоят. И по сути плана как такового нет. То есть все такие, типа, просто пойдем собираемся туда, а потом через телеграм, который и так-то, блять, при нормальном интернете нормально не работает, под глушилками соберемся и будем очень плохо координировать свои действия. Да, вообще странно, что нужно еще согласовывать митинги. Ну, вообще нахуй государству давать разрешение в целом, если подумать. Ну да, соберитесь, свергните нас к хуям. Наконец-то. Я, честно говоря, думаю, что на мой взгляд странно разгонять митинги так же. Потому что, по сути, что эта толпа сделает? Ну, они соберутся, ну, покричат. Дальше что? Ну, они боятся, что толпа не разойдется. Не, они боятся, что толпа не разойдется и сядут. И к ним будет только приходить больше людей, Майдан. Сядут. Смотри, просто какими еще ублюдскими методами они действуют. Раньше каждое 31 число на Маяковке, на Триумфальной площади, люди собирались... 31 число в честь поддержки 31 статьи Конституции, как раз о свободе, там, сборов этих. И они сначала устроили там ремонт на год или на два. А когда ремонт закончился, там поставили качели. И, типа, нравится лодки раскачивать, ребята. Покачайтесь-ка на этом. Ну, ни хуя себе, там люди с юмором сидят. Там пидарасы с уебским черным прям чувством юмора сидят. Я подумал, знаешь, что, типа, прикольно, они одну, короче, площадь, типа, поставили качели, на другую, типа, ты приходишь там тоже, куда в следующий раз, допустим, люди начинают собираться, они там поставили какой-нибудь там водопадик. Весы. Нет, водопадики, они такие, типа, ну вы там что-то только воду льете, там еще что-то. И ты потом собираешься в каком-нибудь третьем месте, и тебя уже просто расстреливают. За то, что ты хуйню несешь. Потому что они тоже знают правила трех. Знаешь, такие, типа, третье должно быть разъебок. Да, типа, вот тебе слом, на нахуй, слом позвоночника расстрел. До свидания. Не, я, честно говоря, жажду, чтобы были беспорядки на митингах, чтобы можно было в Эльдорадо залететь под шумок быстренько приставку. Ты всегда игнорируешь митинги, но когда говорят, там вот там митинг, вот возле Эльдорадо. Я иду, вот на этот я пойду. Я всегда говорю, все-таки, давайте на митинг, соберемся на сахар. Я такой, давайте у Атриума. Давайте соберемся. С телевизором. Как я зал и бью в витрину в Эльдорадо. Черт! Путин! Как я зал! Сука, он, ему не нужна эта PS4 Pro! И Death Stranding, и новые наушники, ебать, идите, я догоню вас! Жалко, нет беспорядков. Так по ощущениям, как будто везде эти беспорядки есть, когда по новостям. Но все же там рубали в Евроньюз и там видели, что в Париже там коктейли Молотова хуярят в витрину. Да, вот это круто. Думаешь, еее. Идеальное время, чтобы спиздить, сука. Да. Идеально. Коктейль Молотова вообще отвлечет всех нахуй. Представь, ты полицейский, за кем ты погонишься? За чуваком с коктейлем Молотова? Или за пиздюком, который убегает с PlayStation 4? За кем ты? Кого ты выберешь? А кого остановить надо? Вот PlayStation 4 тоже горит. Да. Вот так вот. Я такой, сука, обжуй мою приставку, блядь. Кидай в здание парламента. Там можно делать все, что ниже коктейля Молотова в преступлениях. Ну, в Ростове это же лучше, чем коктейль Молотова. Чем поджигать, да, людей. Чем поджигать людей. Лучше. Вообще, что угодно лучше, чем поджигать людей. То есть… Да, даже если ты кого-то изнасилуешь целым, теоретически. Можно? Да. Я не хочу ходить с тобой на митинге. Ты можешь просто не смотреть. Если Мало реально выходит на митинг, он даже не дожидается беспорядков. То есть люди еще мирно стоят, еще транспаранты не достали, еще ничего не началось, он уже просто бьет витрины. Где моя PlayStation? Свободу этим приставкам! Такого хуя так дорого! Сделайте дешевле! Сонька будет дешевле! Блин, так еще, знаешь, у нас еще народ так не объединен. Там на этих митингах они такие… А, вот еще тоже было смешно. Так как нам нужно было уходить скоро с митинга. И там идет уже такое шествие, ну реально прям уже много народу. И они такие… Стыдно стоять в стороне! Стыдно стоять в стороне! И я подхожу к Эдраку такой… Давай отойдем в сторонку. Некоторые люди, конечно, ну с возмущением просто смотрят, если ты пришел на митинг и улыбаешься. Я, блядь, не Путину улыбаюсь. Я хочу позитивную атмосферу поддерживать на митинге. Типа, что мы одни. Потому что они кричат один за всех и все за одного. Но это четыре человека кричат. В костюмах мушкетеров! Встреча во шпаге. А, я вот еще, кстати, что подумал. Как бы да, я такой против Собянина. Но глобально мы доехали на автобусе по выделенной линии. Я заплатил этим в таких новеньких, классных, удобных штучках. Просто, да, прям телефон приложил. На электроавтобусе еще. На электро… на электробусе, да. Просто доехал. Доехал за двенадцать минут. А раньше там это сорок минут нужно было добираться по пробкам. И я как бы благодаря Собянину добрался быстрее и хуесосил Собянина. Вот долбанный Собянин делает удобно, чтобы блять. Какая удобная и красивая Москва стала для митингов. Пидораса! Я только хотел сказать, что я и митинговал на охуевшем… Как это? Плитке. Да, но если подумать, то последнее реально такое жесткое движение было протестное во время Болотной там. И вот там… Болотная, по сути, была большая. Вот я тоже. Болотный – это мой последний митинг, на котором я был вот до вчерашнего. И по факту они после этого как решили проблему? Они такие, так, давайте парки обновим и бордюры всем охуенные сделаем. И люди такие, бордюры круто! И реально насколько на несколько лет просто таки… Нормально. Че там, воровали? Вроде не все, бордюры же вы не своровали. Офигенно! Но сейчас видимо уже реально и бордюры всех задолбали. А это Явлинский он нормальный тип или нет? Нет, долбоеб. А че? Он не в охуе что партия яблоко называется? Это же фрукт. Нет, мне кажется, знаешь, он такой… Мы будем как Эппл, как корпорация Эппл, но Эппл когда назывались Эппл, они такие, берем название на букву А, чтобы быть первыми в списке справочников. Это реальная история. Он такой… Яблоко. Последняя буква в алфавите. Но мы как Эппл. Я Джобс по сути. Да, непонятно, яблоко что? Ну ты яблоко и что делать? Ну яблоко. Партия яблоко мы где, блядь? В Алисе в стране чудес? Заебись, я люблю яблоко. Они же явно еще какие-то другие слова подбирали. Банан. Каштан. Он почему-то по еде какой-то пошел. Бутылка. Как будто это, знаешь, команда КВН придумала. Бобер. Стало партией какой-то. Яблоко. Мы будем яблоко называться. Они бы еще все в одной форме ходили. В такой зеленый. И здесь у них такой этот галстук в виде листика. Мне нравится, что они продолжают что-то делать. Несмотря на все эти поражения на выборах разгромные. Ты видел постеры ЛДПР? То есть там нет никакого ни призыва. Там даже нет слогана. Что у них? У них синий постер и ЛДПР. И такой проходит 4 года, снова ЛДПР. Действительно. Парни работают. Парни работают. И Жириновский такой, наверное, шестой раз попробую баллотироваться. А может какой-нибудь слоган напишем? Какой-нибудь призыв или что-то. Не-не-не, давайте ЛДПР. Желтое на синим. Это цвета Украины. Мне похуй. Они бы еще когда проигрывали, отыгрывали такие. Да сука! Намеренно так наиграно. Аааа, Вова! Сука! Блин, я проебал! Блин! Так, хотел быть президентом. Аааа! А еще смешно. Мы стояли на пересечении с Нолешниковой и Малой Дмитровки, и в какой-то момент я слышу, как очень разъяренно сигналит машина, и я такой, блин, уже машины подключились. А потом я разворачиваюсь, а этот чувак на ламборгини проехать не может. Да пропустите меня! Чем вы нахуй недовольны? Организую свой митинг против митингов. Можно я замечания расскажу? Я просто видел ЛДПР очень близко. Не самого Жириновского, но каких-то там третьего-четвертого чувака в их свите. Ну и вообще я в бизнес-класс с Апсани ехал. Ну так вышло. Я не то что богатый. И там вагон был полупустой до первого пункта, по-моему, до Твери. И там потом вагон наполнился ЛДПР. И они чудовищно страшно выглядят. Есть два типа ЛДПР. Есть старые, которые мордатые, щекастые и очень широкие. Они очень похожи на своих охранников. И они выглядят супер порочные. Они выглядят как какие-то извращенцы, педофилы. Есть молодые, которые все очень красивые, худенькие и в костюмах. Которые выглядят так, будто они детей ищут и находят для этих педофилов. Вот. И у них такой холод какой-то и злость в глазах. И мы доехали до Питера, и вся эта организация пошла. Ну я помню, их встречают какие-то старички, блядь. Ну с плакатами там самодельными. Ну такие жалкие бедные люди. И эти их прям типа нахуй пошли. Ну распихиваются. Типа у нас свои дела. Грубо говоря, ну. Ну не знаю. Не то, что помахают, ничего такого. Просто пошли вы нахуй. Люди, о которых мы работаем. Страшно с ними рядом. А вы ребенком были когда-нибудь? Нет. Пару лет назад. Тогда тебе не стало бояться. Тогда можно было не бояться. Вчерашний митинг, он что-то изменил вообще в целом? Почему-то из всей этой херни в инфополе больше всего разговоров Кремль такого не простит. Ну, не знаю. Бордюры отнимут. Я не знаю. Тройку сделают двойкой. Знаете вам минус по цифре отовсюду. Слушайте, я вот хотел вас спросить. Вы же в Москве жили, да? Долго. Ну, Собянин делает Москву как-то, да? Более красивое, чем было до, правильно, да? Реально, да. А кто до был Собянин? Лужков. Так а Лужков вообще нихуя не делал тогда, что ли? Вообще нихуя не делал. Он сделал вот эти вот турникеты в автобусах. Вот эти, которые с валидаторами, да, которые крутятся. И у него есть свой стиль архитектуры, лужковский. Официально, это лужковский, это насмешливо, при нем были построены худшие какие-то здания. И разрушены лучшие. То есть, реально, все, которые были памятниками архитектуры, он такой, дай в пизду, это старое. Давайте здесь бизнес-центр, это круто. В смысле древнее, это старое, древнее же что-то. А в каком году Москва начала меняться сильно визуально? Вот после Болотной, после всей этой движухи. Я думаю, после того, как ее сожгли после Наполеона. Это достаточно сильно поменяло Москву. Здесь мэру дел тогда было. Да, да. Блядь. Ну, капец напряженно всю Москву было сжигать, да? Поджигать везде. Ты поджег один газон, он затух, там, через такой, блядь. А ты уже должен убегать, и такой, блядь, надо обратно. Ну, не, каждый просто свой дом поджигает, и все. А как всем рассказать о том, что нужно поджечь? Наверняка кто-то не хотел сжигать свой, он такой, наверное, не заметит, что все сжигают. Что мой не горит. Что мой не горит. Да, и стоит, обрабатывает противопожарная штука, такой, а ты что делаешь, инокентий? Достраивай детскую. Все сжигали. И водный ров вокруг, знаешь, такой, типа, ров. Вода. Чувак, у нас тут план все жесть. Я потом сожгу. Погибите. Это для того, чтобы лучше горело, ты не понимаешь. Это ров с бензином. Могли просто они подождать, пока догорит, и такие просто стоять, и никуда не уходить. Французы, да, могли просто стоять, подождать, пока догорит, такие, заипись, мы как раз слою что-то хотели устроить. Прикинь, француз, и отстроили бы все то же самое. И там был Ле Путин у нас бы тогда. И Ле Сабянин. Ле Диктатура. Тиранья. Зато как красиво звучит.